Твой фейсбук, да, завтрашнее мероприятие проэнонсировано в Театре Эстрады, между телом и душой. Ты будешь там читать свое про кошек? Про кошек буду, да, буду. Ну вот, кто завтра придет, тот послушает, а может зрителям ты сейчас мои-то прочтешь, да. Это, ну, про кошек, безусловно, тоже, но это героиня этого произведения, главная защитница прав животных на земле. Бриджит Бардо. Да. Бриджит Бардо, которая пригрозила президенту Франции, что она поступит так же, как и Жерар Депардье, и уедет в Россию, потому что Россия это единственная страна, где к животным относятся так, как она считает нужным. Это она по опыту Депардье так и решила, что животным, из чего она исходила, из-за интригов. Ты же знаешь, что лозунг «Россия, родина слонов» пришел и до Бриджит Бардо, потому что там хотели в Лионском зоопарке умертвить двух слонов, якобы больных туберкулезом. Куда их можно, где они могут найти спасение? Только в налоговом раю, в России, где их животные... А так мы забрали этих слонов? Нет, слонов не забрали. У них оказалось резко, что их не надо умертвлять, что у них все хорошо. И, в общем, Бриджит Бардо не приехала в Россию. А вот представь себе, что было, если бы она приехала. И вот такую картину. По январской покапотне в розовом пальто... А! Извиняюсь, посмотрю. Да. Хмурым вечером субботнем в розовом пальто по январской покапотне шла Бриджит Бардо. На нее недобрым взглядом пялился народ и дышал синюшным ядом нефтяной завод. Она все шла такая, мимо их проблем, еле слышно напевая песенку «Жатем», потому что тут, в России, как сказали ей, все прекрасно и красиво в жизни у зверей. Да, порой тут бывает и мороз, и снег, но слонов не убивает русский человек. Хоть страна его раздета в дырках, без штанов, но зато Россия – это родина слонов. Столько лет Бриджит копила мысли в голове и, в конце концов, купила комнатку в Москве, чтоб в столице жить наездом, временно пока, за Капотненским проездом прямо у ДК. Ради этой милой клетки с желтым канапе ей пришлось продать соседке виллу в Сан-Тропе. И скользила тень улыбки по губам Бардо, и в душе изграли скрипки, как оркестр в лидо, потому что дать ей паспорт обещал в презент славный, добрый, словно пастор, русский президент. Ее душа взлетала. Только в этот миг над Капотненским кварталом вдруг раздался крик. Дикий и нечеловечий вопль, кошачий виск, рухнув женщине на плечи, в воздухе завис. Слыша, как животный голос над землей дрожит, дыбом стал белесый волос у Бардо Бриджит. И она, вздымая ноги, словно в варьете, побежала по дороге выручать КТ. Проскакав по снегу сотню метров, чуть дыша, у дверей в ДК Капотню тормознуло шаг. Перед ней мужчина рыжий, не жалея сил, изо рта слюною брызжа кошку палкой бил. И кричал, тараща жутко, злобные глаза. «Прыгай, мурка, проститутка, я кому сказал? Видишь палка на веревке? Прекрати орать! Поддавайся дрессировке! Прыгай, твою мать!» Но уже спокойным тоном, увидав мадам, произнес «Прошу пардону, это я не вам». И Бриджит Бардо застыла, слыша этот бред. А потом, что было силы, крикнула в ответ «Ле садист! Бруталь! Отродье! Ле горде! Аларм! Мерт! Суваш! Мондие! Володья! Я хотеть жандарму!» Тут же быстро по-гвардейски, щелкнув каблуком, появился полицейский в шапке с козырьком. Взглядом женщину измерив, он сказал тепло. «Лейтенант Василий Зверев, чё произошло?» «Компаньон, жандарм Василий, экскузе-моа, мне сказали, что здесь в России любят анима, но и видят здесь насилие, виоленц, бардак. Кэскэсэ, месье Василий, пуркуа здесь так?» «Вы, гражданка, ща про Юру мне втирали чё. Это ж наш кошачий гуру, доктор Куклачёв. Он не грабит, не ворует, скромный, без понтов. Он тут это, тренирует кошек и котов. У него их сотни бошек и у каждой роли. А сегодня здесь у кошек для детей гастроль. Наши дети любят шоу, кошек, поросят. Это ж правда, хорошо, ну, праздник для ребят». «Ладно, тётя, будь здорова», — крикнул лейтенант, не сказав ответ ни слова и поправив бант на своём сидящем строго розовом пальто, побрела своей дорогой прочь, брешит бордо. А вдали, где над Москвой упадал небосвод, как вулкан дымил трубою нефтяной завод, и над ним брели сквозь слёзы в ночь, где спит луна два больных туберкулёзом розовых слона». «Ты завтра иди считай, пожалуйста, это стихотворение. Если бы кулачок, мне кажется, в суд подаст». «Ты с ним знаком, кстати?» «Нет, нет, не знаком. Я там разное слышал, в общем. Но я считаю, что по-любому дрессировка кошек — это, в общем, всё равно это нечто противоестественное, потому что кошка вообще самое свободолюбивое животное». «Сказал поэт». «А поэт у нас водоволюбивый?» «Очень любят поэт свободу». «Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному». «Правда-24» и «Евгений Додолев». С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24».